Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. В этом воскресенье – День работника дорожного хозяйства. С профессиональным праздником поздравляет глава Республики Рашид Темрезов. Ваша отрасль всегда была и остается одной из стратегических. От качества и развития дорожной сети зависит многое. От безопасности дорожного движения и транспортной доступности региона до его экономического развития, туристической и инвестиционной привлекательности. Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и добросовестному труду инженеров, проектировщиков, строителей и рабочих, Карачева-Черкесия входит в число регионов с современной дорожной инфраструктурой, с соответствующим качеством основных федеральных трасс и территориальных дорог, мостов и развязок. Безусловно, еще многое предстоит сделать. В числе первоочередных задач – приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и местного значения, муниципальных дорог и мостов, а также реализация комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движения. Жильцы одной из многоэтажек Черкеска вынужденно повышают свою физическую форму, поднимаясь с квартиры по лестнице. Текущая во время дождей крыша стала причиной отключения лифта. Люди несколько раз писали заявления в различные инстанции. Когда решение проблемы затянулось, они обратились в редакцию «Вестей». Подробности в сюжете. Артур Мкце. Жители девятиэтажки по улице Интернациональной демонстрируют последствия прошедшего недавно дождя. После такого на лестничных клетках и во многих квартирах необходим ремонт. А расскажите, у вас тоже течет? Ну а как же, припошка, высыхает МДМ, как вся надулась. Вот отсюда течет, я и замазывала, ну все. Течет. Горожане провели для съемочной группы «Вестей» экскурсию по проблемным участкам дома. Показали крышу, из-за которой у них не работает лифт. Этой кровью уже много лет. Она уже из-за времени, из-за своего износа уже не выдерживает осадки. Никакие погодные условия уже не выключены. Глядя на крышу, сравнивая обновленную кровлю над первым и третьим подъездами и эти проплешины над квартирами посередине дома, складывается впечатление, что некоторые жители в чем-то провинились перед управляющей компанией. Решито наверху негативно сказывается на комфорте во всем здании. Тот же лифт был обесточен как раз из-за возможности аварийной ситуации. «Как часто вам необходимо спускаться, подниматься?» «Утром иду я, вечером поднимаюсь. Вот так вот и живем. Уже третью неделю. Это ж не дело. Потому что ноги больные. Ну-ка ни раз, ни два поднимаемся. Очень тяжело, очень тяжело». Люди не раз обращались за помощью в различные инстанции и службы. Когда завтраки от обслуживающей организации растянулись на недели, горожане попросили помощи у жилнодзора, Народного фронта и телевидения. «Мы жильцы дома Интернациональная 16А. И у нас основная проблема – это течь с крыши. Потому что в связи с этим у нас не работает лифт уже со 2 октября. А у нас в доме проживают инвалиды, у нас в доме проживают мамочки с детьми на руках, спускаются с колясками постоянно. В доме проживают пожилые люди, которым даже скорая отказывается подниматься. Поэтому это огромная проблема у нас этот лифт. Но управляющая компания сказала, что кровля крыши уже была сделана. И поэтому кровлю крыши никто не занимается». Жители показали все обращения, которые они писали в ту или иную организацию. Впечатляющий перечень ещё раз доказывает, что они не просто ждали маны небесной, а пытаются найти способы решить проблему. Многие исправно платят коммуналку, не отказываются от собственных обязательств и имеют право требовать от управляющей компании исполнения своих. «Вы всё пошагово правильно сделали. Вы обратились в те инстанции, которые нужны, в надзорную инстанцию, в госинспекцию. И у нас есть информация, что от них есть реакция. Они, управляющие компании, вынесли предписание с каким-то конкретным сроком. В этот срок управляйка уже должна предпринимать меры. Мы на сегодняшний день видим, что меры предпринимаются. То есть у нас есть обоснованные сомнения в том, что в этот срок управляющая компания успеет сделать те работы, которые необходимы. Это же не работа одного и двух часов». Сроки устранения главной проблемы мы уточнили в региональном управлении жилищного надзора. «Жителям квартирного дома, расположенным по улице Интернациональная, 16-я, было направлено обращение в адрес управления государственного жилищного надзора. По итогам проведения контрольно-надзорных мероприятий, отражённые в жалобе вопросы, были подтверждены. Управляющей организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений с установлением сроков для его исполнения». Срок исполнения предписания около месяца. В обслуживающей организации первоначально планировали устранить проблему в течение недели. Правда, это время уже истекло. А затем ещё и пошли дожди. К слову, составленные специалистами госжилнадзора материалы также были направлены в суд для рассмотрения. Если по истечении срока работы не будут выполнены, туда же отправится второй пакет документов. В случае положительного решения в суде санкции будут куда жёстче. На самом деле, по Интернациональной, 16-я, проблем и без крыши с лифтом немало. Это и затопленные подвалы дома, и забитые канализационные колодцы, и невывозимый по долгу со двора мусор, который валяется не только около контейнерных площадок, но и где попало на придомовой территории, а также убитая на фоне недавнего благоустройства двора проезжая часть. Некоторые вопросы требуют оперативного решения, и горожане надеются, что их беды завершатся как можно скорее. Артур Мухцелек, Молхожев, Миха Каракелян, Вести, Карачао, Черкесия. Одни ищут работу, другие – работников. Организовать встречу нужных людей – задача ярмарки вакансий. Сегодня она прошла в территориальном отделе кадрового центра по Черкесску. С работниками и работодателями встретился Али Баташев. Утром Светлана Прунова пришла в территориальное отделение кадрового центра по Черкесску, чтобы найти интересующую её работу. В первые часы работы их ярмарки к работодателям выстроилась очередь из соискателей. «Большой выбор. Пришли представители с каждой организации, которые рассказывают, кто им нужен, объясняют ситуацию. И я могу выбрать себе другую работу». «А вы кем работали и кем хотите стать?» «Я работала бухгалтером, а сейчас рассматриваю разные предложения». Выбор действительно большой. На ярмарку вакансий пригласили 12 работодателей, которые предоставили около 100 вакансий на 163 рабочих места, говорят сотрудники кадрового центра. Выбрать работу имели возможность соискатели из числа безработных граждан, лиц, зарегистрированных на учёте в кадровом центре, а также выпускников образовательных организаций. «Выпускники могут познакомиться с профессиями, с востребованными профессиями на рынке труда города Черкеска, а также они могут выбрать место прохождения практики, стажировки, а также может быть и работы. На сегодняшний день у нас востребованными вакансиями являются IT-специалисты, специалисты по закупкам, бухгалтеры, экономисты, учителя, а также медицинские работники. Заработные платы у них составляют от 19,242 до 50 тысяч рублей. В связи с расширением Крачево-Черкесского многопрофильного медицинского центра по улице Свобода, 62, у нас появились новые вакансии. Это врачи-терапевты участковые, медицинские сёстры участковые, врачи-специалисты разных профилей. Также ещё у нас открылся наркологический диспансер. Там тоже у нас требуются врачи-наркологи-психиатры, фельдшеры-наркологи. Высокую заинтересованность у работодателей вызывают и рабочие специальности. Электромонтёры, водители, слесари-наладчики и другие. Актуальные специалисты гуманитарного профиля – менеджер по снабжению, бухгалтер-ревизионист, логист. Ярмарка вакансий – возможность напрямую пообщаться с заинтересованным сторонам, обсудить условия труда на мини-собеседовании и лично задать интересующие вопросы. Желательно бы, конечно, почаще устраивать такие ярмарки, потому что всё равно люди обращаются после таких ярмарок, обращаются к работодателю. Мы всё равно трудоустраиваем их. Очень удобно, потому что не надо ходить по организациям, а здесь сразу несколько организаций в одном месте. Можно всех обойти, спросить, какие у вас есть вопросы. Вам доступно всё ответят. А вы раньше пробовали пользоваться услугами ярмарок? Нет, первый раз. Обсудить возможное трудоустройство и прохождение стажировок на ярмарку вакансий пришли более 250 соискателей и 150 студентов. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим. Не переключайтесь. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, одеяло, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Черкеск, Октябрьская, 321-Б. Телефон 8 929 860 8036. В Карачаево-Черкесии местами дождь, в горах с мокрым снегом, в отдельных районах туман, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0,5, в горах до 7 градусов мороза, днем до плюс 8, и местами минус 3, плюс 2. А в горах на дорогах местами гололедица. В Черкесске небольшой дождь, ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 3,5, а днем 6-8 градусов выше нуля. Продолжаем выпуск. Автоинспекторы Карачаева-Черкесии сегодня проверяли транспортные средства, чьи собственники лишены права управления автомобилем. В ходе рейдовых мероприятий стражи порядка, разумеется, обращали внимание и на другие виды правонарушений. Подробности в сюжете Артур Мкце. За предыдущие 24 часа автоинспекторы Карачаева-Черкесии более двух десятков раз реагировали на оповещение системы «Паутина», которая фиксировала проезд транспортных средств, собственники которых лишены права садиться за руль авто. В эти дни рейдовые мероприятия проходят во всех российских регионах. В настоящее время на территории республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие, лишённое, либо не имеющее водительское удостоверение. Цель мероприятий направлена на выявление из участников дорожного движения лиц, лишённых водительского удостоверения, либо не имеющих водительского удостоверения. Для выявления данной категории лиц в СПО «Паутина» загружено сведение более чем о 500 транспортных средствах, водители которой ранее привлекались к административной ответственности и были лишены водительского удостоверения. Все размещенные на улицах черкесской видеокамеры объединены в систему. Сведения поступают в единый центр, сверяются с загруженной базой данных. Если водитель авто ранее был лишён права управлять транспортным средством, стражам порядка поступит об этом уведомление. По рации информация будет доведена до нарядов госавтоинспекции, один из которых в считанные минуты остановит машину. При этом каждый автомобилист обязан по запросу ДПС предъявить для проверки своё водительское удостоверение. Отговорка об оставленных дома документах может быть приравнена к нарушению, хотя наказание за подобный проступок не столь суровое. Если водитель не имеет водительского удостоверения, то он подвергается административной ответственности по статье 12.7, часть 1 и несёт ответственность от 5 до 15 тысяч штрафа, накладывается административное наказание. В случае выявления водителя, управляющего транспортным средством, будучи лишённым водительского удостоверения, подвергается административной ответственности в 30 тысяч рублей либо административного ареста до 15 суток. При повторном совершении административного правонарушения управления транспортным средством, будучи лишенным водительского удостоверения, водитель подвергается административной ответственности в виде штрафа от 50 до 150 тысяч, либо обязательных работ на срок от 150 часов. Третье попадание в поле зрения автоинспекторов за подобный проступок обернется куда большими проблемами, как финансовыми, так и репутационными, поскольку предусматривает и уголовную ответственность. В период проведения оперативно-перактического мероприятия было выявлено уже 7 водителей транспортного средства, которые не имеют водительского удостоверения, 17, которые лишены водительского удостоверения и 7, которые попались повторно. В случае выявления водителя, управляющего транспортным средством и ранее подверганного по два раза административному наказанию, наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 264 Прим-3, которая влечет за собой наказание в виде штрафа от 150 до 250 тысяч, либо обязательные работы. Прямо перед началом совместной с журналистами работы на одной из улиц Черкесской автоинспекторы с помощью камер выявили нарушителя. Для его задержания была направлена патрульная машина. Как говорят стражи порядка, электронные помощники превосходно справляются со своей задачей. А значит, автолюбителям стоит много раз подумать, прежде чем решиться сесть за руль, будучи лишенным права управлять транспортным средством. Артур Махцем, Михаак Ракелян, Вести, Карачао-Черкесия. Связь поколений «Сила России» под таким названием в республике проходит серия концертов в учебных заведениях под руководством заслуженного работника культуры Карачао-Черкесии Алексея Иванченко. Хоровой коллектив «Гармония» и хореографический ансамбль «Салам» открыли эстафету в Индустриально-технологическом колледже «Черкеска». Подробности у Али Баташева. Задача аккомпаниатора и художественного руководителя хора Алексея Иванченко – дать удобный темп во вступлении, верно передать настроение музыкального произведения, а еще знать подход к каждому исполнителю, чтобы песня прозвучала выразительно и тронула сердца слушателей. «Музыкой я занимаюсь с раннего детства, ну где-то аж с 1983 года, как пошел в школу, взял в руки аккордеон, точнее я до этого выступал в хоре мальчиков города Черкеска, был солистом этого хора, первый хор у нас. Потом мне предложили перейти на такой замечательный инструмент, как аккордеон». «В коллективе с 2011 года, вообще пою еще со школы, в хорах выступала, на химзаводе работала, в химзаводском хоре пела, ну пришла сюда работать, пою здесь, в этом хоре сейчас». «Что вас побудило прийти?» «Ну, песни, это есть песня, песни всегда петь приятно». «Зажигательный кавказский танец» исполнил хореографический коллектив «Салам», художественный руководитель Азамат Кумуков. В концерте звучали не только народные, но и эстрадные песни, которые тепло принимала публика. «Встретит море, встретит море, живи века, безправная, всеправная, без публика». Идея объединить на одной сцене молодежь и старшее поколение, провести серию концертов «Связь поколений. Сила России» возникла у Алексея в начале года. Ее активно поддержали Фонд президентских и культурных инициатив, Всероссийское общество слепых и другие политические партии и общественные организации республики. «Конечно, мы такие проекты не просто должны, мы обязаны поддерживать, потому что такие проекты направлены на укрепление семьи, семейных ценностей, традиций. И в дальнейшем также мы будем поддерживать этот проект». «Сейчас будем давать такую серию концертов. У нас состоится семь концертов в разных учебных заведениях. Это колледжи, средние школы, гимназии и так далее. Потом планируем уже с этим же репертуаром проехать по нашей большой, дружной Карачаевой Черкесии. «Это первый, да, такой шоу пел? Надеемся, что и не последний, что это только начало». Самая юная участница хора Вероника Гарпенченко вдохновлена примером своей бабушки Веры, участницы хора «Гармония». Она любит народные песни с детства. Самая любимая – «Матушка-Земля». «Я у себя на планшете ее включила, а нам всем эта сразу песня понравилась». «А еще какие песни ты поешь?» «Ой, понад Волгой». «А тебе нравится петь?» «Да». «А почему?» «Ну, потому что я люблю петь песни веселые, ну, и поэтому я согласилась петь». «А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Певицей». Певица покорила зал, исполнив любимую песню на одной сцене со своей бабушкой Верой и всеми выступающими артистами концерта. «Матушка-Земля, белая березанка, для меня святая Русь, для других занозыка». Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Сергей Шанявский стал серебряным призером чемпионата мира среди ветеранов по вольной борьбе и обладателем бронзовой медали по греко-римской. Сергей Шанявский начал тренироваться у заслуженного тренера России Алексея Смирнова, а уже дальше его спортивная карьера продолжилась под руководством заслуженного тренера России Юрия Якубовича Меликерова. Несмотря на сложности участвовать в чемпионате мира, Сергей продемонстрировал свое мастерство и твердость духа. Его первый наставник Алексей Смирнов отмечает, что он уступил немного своим соперникам и все же занял призовые места. Сергей Шанявский продолжает также активно тренироваться и готовиться к другим соревнованиям. Он уникальный парень в том, что он является мастером спорта, являлся по вольной борьбе греко-римской и самбо. А затем армия была, учеба, он боролся за сборную Украины, чемпион Украины был, это еще в советские времена. В прошлом году он выступал на чемпионате мира в Греции по ветеранам. Ему присвоили звание мастер спорта международного класса, он был серебряным призером. А в этом году отобрался, выиграл перенство России по вольной борьбе и греко-римской. И вот в Сербии сейчас на чемпионате мира завоевал серебряную медаль по вольной борьбе, 78 килограмм, и бронзовую по греко-римской. Это все вести, которые мы успеваем вам рассказать. Прямо сейчас смотрите вокальное шоу «Ну-ка все вместе». Хороших выходных, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!